Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Давайте посмотрим, что же между вами было ранее, что происходит сейчас и чего ожидать, что будет происходить. Итак, начнем. Что было? Давайте с вашей стороны сначала смотреть. Расклад общий будет на одну позицию, поэтому сразу же смотрите, насколько подходит или не подходит описание под вашу ситуацию. В прошлом с вашей стороны любовь самая нежная, искренняя и чистая. Но в то же время вместе с этой любовью вы получаете разочарование в том человеке, на которого сейчас мы с вами смотрим этот расклад. И в результате этого разочарования вы решили выстроить свои границы, вы решили обозначить, что для вас приемлемо, а что неприемлемо. И здесь скорее вы были инициатором серьезного разговора, либо же определенных перемен. Что со стороны вашего партнера было? Что с его стороны? Он вел себя совершенно некрасиво. Пятерка мечей – это карта грубости, это карта резкости, это ложь, это манипуляция информацией, либо какими-то некрасивыми поступками. Он делал и боялся, боялся, потому что понимал, что ходит по краю. Старался с вами договориться, старался, чтобы его действия были оправданы определенными аргументами. И он делал это потому, что понимал, что лучше, чем вы, он никого не встретит. Тройка Пентакли – это четкое осознание и понимание того, что вы лучшая из тех, с кем ему доводилось общаться. Но, тем не менее, помимо вас, здесь человек позволял себе вести себя легко и вольготно. С другими барышнями тройка кубков на обороте – это как некое позволение себе допускать форматы треугольника. Это могли быть просто какие-то веселые и шумные компании. Он мог не с кем-то в отношения вступать, а просто хорошо проводить время в кругу друзей. И вот такое поведение вызывало, соответственно, у него такую, знаете, вот как агрессию, лучшая защита – это нападение. А у вас, соответственно, моменты разочарования, когда вы понимаете, что вам такое поведение его совершенно не нравится, вам такие поступки неприемлемы. Что же происходит сейчас с вашей стороны? Что? Вы закрыты. Вы либо стали инициатором паузы, либо же вот свое сердце просто закрыли, потому что вы не понимаете на текущий момент, что будет дальше. Вот ради чего все это? Что можно построить с таким человеком? Восьмерка кубков – это добровольный уход, но уход с тяжелым сердцем к новым берегам. Здесь либо вы его вот совсем оставили, либо эмоционально от него отдалились. Очень часто, правда, восьмерка кубков отыгрывается как возможность вернуться в отношения. Но здесь в момент вот этого отдаления вы для себя испытали невыносимую боль и поняли, что вот эту боль второй раз будет пережить достаточно сложно. Но, тем не менее, вы очень сильная натура, и вы верите в то, что трудности, которые встали на вашем пути, можно будет преодолеть. Вот у вас боль прошла, боль утихла, и вы, как птица феникса с пепла возродившись, понимаете, что нет таких трудностей, которые не были бы вам по плечу. Вы готовы двигаться дальше. А что он? Что у него сейчас по отношению к вам? Вы для него остаетесь самой лучшей, самой желанной, самой прекрасной, самой замечательной женщиной на свете. У него к вам дикое притяжение. Он понимает, что все равно он во снах, в своих мечтаниях видит вас. Он по вам очень скучает. Но, честно говоря, он здесь не готов пока признать свою вину. Он пока не готов признать свои ошибки. Он даже где-то зол и сердит на вас за то, что вы позволили себе оставить его, отдалиться от него. В те моменты, когда вас нет рядом, в то время, пока вас нет рядом, он все так же может позволять себе общение с посторонними людьми. Но тем самым он старается нивелировать то самое притяжение и грусть, тоску, которую он к вам испытывает, потому что он любит. Он внешне мечевый король. Он внешне холодный, сдержанный, рассудительный, а внутри он мягкий, как котенок. У него очень мягкое сердце. Это внешне он такой вот как кактус. А внутри он вас очень любит. Давайте посмотрим, что будет дальше между вами. Что будет с вашей стороны. На самом деле вас поддерживают все. Ваше окружение, его знакомые, абсолютно все за вас. Они готовы встать на вашу сторону. Но, честно говоря, вы не готовы принять ту поддержку, которую люди готовы вам оказать. Понимаете? С одной стороны, вот хочется выйти из всей этой ситуации победительницей. Хочется... Здесь, знаете что? Здесь у большинства есть общие какие-то, знаете, цели, задачи, интересы, благодаря которым вы можете воссоединиться. Но вы не понимаете, зачем вам это нужно. Вот для чего? Вам и друзья общие могут говорить там, давай, вот поедем вместе. Давай, вот вы помиритесь, вы воссоединитесь, вы сблизитесь, вы все наладите. А вы не понимаете, для чего вам это нужно. Но, тем не менее, вы его не отпустили. Вот вы, с одной стороны, не готовы двигаться вперед, но и отпускать его тоже вы не готовы. Вы будете стоять на перепутье, но выбор однозначно будет за вами. Вы добрый, искренний человек, вы искренне его любите, и поэтому здесь все равно, здесь гнев пройдет у вас, здесь злость пройдет, и апатия пройдет, и вы сделаете выбор в пользу восстановления отношений. Но здесь, знаете, какой момент еще? Здесь для того, чтобы воссоединиться вот с тем человеком, на которого вы смотрите, здесь будет прям особый случай. Здесь будет стечение обстоятельств, которое будет способствовать вашему примирению. Но в тот момент, когда у вас будет возможность вот как раз-таки принять вот этот шанс для воссоединения с этим человеком, у вас тут появится другая мужская фигура, и, возможно, даже не одна. То есть у вот этого вашего кавалера непутевого появятся как минимум два конкурента, которые готовы будут ваше внимание на себя обращать, и завоевывать, и стабильность вам давать, и вести себя очень достойно. А давайте посмотрим, что будет делать он, что с его стороны будет. Он ждет, он будет ждать. Он будет ждать, потому что он в позиции ребенка, в позиции пажа. Вот губы надул, давайте все вокруг меня пляшите. Ну, здесь сплошные пажи. Для него, знаете, вот вся наша жизнь – игра. Он много думает, мечтает, он может уходить в забвение. Если кому-то свойственно выпивать, да, вот алкогольные напитки употреблять, то, конечно же, он будет и алкоголем злоупотреблять. И брать на себя ответственность за все происходящее он так или иначе не готов. Поэтому здесь и все, что он будет делать, во-первых, он сам очень переживает, и неготовностью брать ответственность за свои поступки, как-то просить прощения, как-то исправлять ситуацию, он будет только разбивать вам сердце. Поэтому действительно есть смысл обратить внимание вот на тех мужчин, которые будут добиваться вашего расположения. А что же вот этот-то товарищ, на которого смотрите, если вы все-таки не простите его, если вот это ваше доброе сердце все-таки захочет открыться кому-то из новых претендентов, как он будет себя чувствовать, вот этот вот ваш кавалер? Как он будет себя чувствовать? Ему будет холодно, ему будет одиноко. Он уйдет с головой в работу. Ну, хорошо, хоть не в запой. Да, он прям вот в карьеру, в работу, возможно, куда-то поедет в командировку, и будет много времени. Ему поможет семья, ему помогут близкие люди, родители, братья, сестры, но он очень долго не сможет определиться, он очень долго не сможет ни с кем выстроить отношения, потому что то, что не сложилось между вами, оставит в его сердце, вот знаете, огромную пустоту, которую нельзя будет ничем залечить. И он только в вас будет видеть ту самую родственную душу, которая ему нужна. А вы счастливы будете с другим мужчиной, вот если позволите другому мужчине добиться вашего расположения? Да, вы с другим мужчиной будете очень счастливы. Вы найдете как раз-таки того, кого вы искали. У вас будет прекрасный гармоничный союз, который позволит вам просто с полуслова понимать друг друга. Вот такой получился расклад. Оставляйте обратную связь. Буду рада и благодарна за ваши лайки. До встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова